Телеканал Санкт-Петербург, информационные итоги дня подведем вместе с вами. Меня зовут Евгений Соловьев. Вот о чем расскажем сегодня. Когда незваные гости повели себя крайне некрасиво. У меня перед глазами пошло помутнение. И я думаю, что, возможно, они мне могли что-то подсыпать. История одной вечеринки, после которой 16-летняя хозяйка заявила о групповом изнасиловании. Отработали по схеме до последнего клиента. Временный коронавирусный госпиталь в Лене-Экспо законсервированный за отсутствие пациентов. Работы выше крыши. Проверка на прочность снежной зимой. Кровля эта обработана, покрыта специальным полимерным материалом. В битве со снегом петербургские коммунальщики оказались на высоте. Советник по уюту работает за еду из документов усы, лапы и хвост. Вы знаете, он совершенно потрясающую атмосферу в комитете создает. Коты на государственной службе. Чисто петербургские истории. Следственный комитет начал проверку по заявлению о групповом изнасиловании несовершеннолетней. О якобы имевшем место преступлении сообщила мать пострадавшей. Девушка организовала вечеринку по случаю своего дня рождения, но закончилась она отнюдь не фейерверком. Детали того вечера юная хозяйка праздника вспоминает с трудом, но согласилась пообщаться со съемочной группой нашего телеканала, разобраться в этой истории попробовала Елена Болышева. Ей исполнилось 16. Праздник хотела отметить с друзьями. Родители уехали на два дня. Она пригласила мальчишек и девчонок, заказала еду из ресторана, веселую клоунессу. Даже купила настольные игры, но все пошло не по плану. Самая большая ошибка вечера это то, что никто из моих знакомых девочек не смог прийти. Я этим людям очень доверяла, но потом присоединились еще другие люди, которых я знала хуже. Я уверена, что их присутствие было заговором. Они буквально заставили меня выпить. У меня перед глазами пошло помутнение, и я думаю, что возможно они мне могли что-то подсыпать. По словам девушки, ей хотелось остаться одной. Я потеряла практически сознание, я не могла определить, что происходит вокруг меня, и был некий блок-аут просто происходящего, и все, что я хотела, это лечь. Я старалась держать себя в руках и наблюдать за происходящим для того, чтобы ничего не выходило из-под контроля. Как рассказывает девушка, двое гостей воспользовались ее состоянием. В памяти страшный эпизод насилия. До этого вечера у нее не было близких отношений с мужчинами. Круглая отличница, одному из тех, кого она обвиняет в циничном надругательстве, помогала в учебе. Я могла у него спросить советы по математике, или он мог спросить у меня советы по английскому. Когда мать вернулась домой, то обратила внимание на замкнутость дочери. Через день девушка рассказала, что не хочет жить. Мою дочь ей обложила очень много сил, очень много любви. И поэтому, конечно, я испытала боли. Я сейчас ее испытываю, острую боли. За моего ребенка я не могу поверить, что с ней вообще могло такое случиться, как она могла попасть в такую ужасную историю. Детский гинеколог подтвердил, что было совершено насилие. И то, что это был первый опыт интимной жизни тоже. А дальше была полиция, следственный комитет и угрозы от участников того вечера. Один из мальчиков, Сергей, он учится в СПБГУ. Он позвонил и сказал, что его мама очень влиятельный человек. И что они наймут адвоката и выставят в самом плохом свете. И он будет ее унижать и оскорблять через интернет. И он уже начал. Мы написали одному из участников той вечеринки. Предложили рассказать свою версию событий. Накануне он давал интервью печатным изданиям. Но беседовать, глядя в телекамеру, молодой человек отказался. Ответил просто на камеру «не могу, завтра много дел». Ему 19, второму участнику 17. Следователи проводят проверку. По статье «Изнасилование» предусмотрен срок до 15 лет. Елена Болдышева, Игорь Востариков, Алексей Черков, Дмитрий Нестерчук и Наталья Шипицына. Новости телеканал Санкт-Петербург. К другим темам. Временный госпиталь в Ленэкспо законсервирован. Об этом нам рассказали в Комитете по здравоохранению. Павильоны предварительно обработали дезинфицирующими средствами. Сотрудников перевели в госпиталь для ветеранов войны и в Центр реабилитации на проспекте Елизарова. По нашей информации, в стационарах-трансформерах Ленэкспо не осталось ни одного пациента. А последний был выписан еще 8 февраля. Госпиталь не закрыт. В случае ухудшения эпидситуации там вновь готовы принимать заболевших. В резерве остаются почти 1800 коек. Добавлю, за все время работы во временном госпитале оказали помощь более 6000 петербуржцев. Александр Беглов поблагодарил ветеранов за активное участие в вакцинации. Люди старшего поколения, самые активные ее участники. Они составляют более 42% всех привившихся. Вы подаете петербуржцам отличный пример дисциплинированности и понимания важности прививочной кампании, сказал губернатор Александр Беглов на встрече с активом ветеранских организаций города. Всего в Петербурге привито от коронавируса более 220 тысяч человек. При этом цикл вакцинации закончили около 72 тысяч петербуржцев. В городе нет дефицита вакцины. Организацию вакцинации от коронавирусной инфекции сегодня обсудили за круглым столом в общественной палате Петербурга. Вакцинация – это действительно на сегодня единственный способ для того, чтобы защитить себя и окружающих и постараться вернуться к нормальным условиям жизни, которые были до ковидного времени. Основная задача, и об этом говорит и ВОЗ в том числе, это справедливое и эффективное распределение вакцин среди населения всех стран, чтобы обеспечить, ну так скажем, такой равномерный и равноправный доступ к вакцинным препаратам для профилактики. В ходе заседания также обсудили порядок выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией. Теперь к по-прежнему актуальной снежной повестке. Уборка городских крыш от снега остается главным приоритетом. В работе коммунальных служб на этом сконцентрировал внимание общественных комитетов губернатор Александр Беглов. Многие кровли в межсезонье прошли переоборудование, чтобы минимизировать риски образования наледя. А зима стала хорошей проверкой для современных коммунальных технологий. Александр Одинцов расскажет. Кровли обработаны, покрыты специальным полимерным материалом. Показала себя в зимний период прекрасно. Также данная кровля оборудована системой греющих кобелей. Для кровельщиков в Калининском районе сегодня это уже не первая крыша. Работа на высоте и подготовки требует такой же. Система канатной страховки начинается внутри чердака. И только когда они убедятся в безопасности, и снизу, и вверху начинается работа. Сначала мы спускаем снег от конька к краю. И потом, когда внизу все хорошо организовано и безопасно для людей и автомобилей, мы начинаем сбрасывать. Крыша дома на улице Комсомола 47 оборудована по последнему коммунальному писку. Если не моды, то уж точно практичности. Система холодной чердак, греющий кабель на кромке и специальное покрытие самой крыши. Сосульки здесь, особенно после работы кровельщиков, уже не появятся. За день работники поднимаются на вершины нескольких десятков домов. У нас получается где-то от 15 до 30 человек, в зависимости от плана, графика, работ, которые нам выдает жилком сервис. И дальше на каждого человека где-то от 500 до 1000 метров. То есть, грубо говоря, мы закрываем около 3-5 до 7500 метров в день. Сейчас они вынуждены работать в авральном режиме. Настоящая зимняя сказка с метелью на выходных. И такой долгожданный плюс сейчас. Убрать снег нужно экстренно. Всего в ведении ЖКС номер 3 Калининского района 470 домов. 397 из них под уборку. А 148 коммунальщики называют потенциально опасными. Эти крыши выходят своими скатами на оживленные улицы. На всех 148 опасных кровлях выполнена система холодного чердака, которая включает в себя утепление чердачных перекрытий нейраловатными плитами, устройство дополнительных продуктов, утепление вентиляционных каналов. Из-за этого у нас меньшее количество протечек с кровли и меньшее образование сосулек и наледи на самой кровле. Технология для Петербурга относительно новая. И этой зимой ее проверили на деле. И не раз угроза не нависала над горожанами. Все осадки с крыши, с земли тут же увозят специалисты механизированной уборки. Работа кровельщиков и дворников синхронизирована. Коммунальщики говорят, неплохо было бы, если бы и горожане к этой системе присоединились. Ведь пока основное препятствие при очистке города – припаркованные автомобили. Александр Одинцов, Игорь Востряков и Александр Семенов. Телеканал Санкт-Петербург. Полтора миллиона рублей в виде штрафов за нарушение порядка зимней уборки взыскана Государственная административно-техническая инспекция из владельцев. Нежилых зданий. Контроль за их содержанием, в частности Кровель, ведет специальный институционный центр. Уже сформирован перечень из тысячи потенциально опасных крыш. Еще 4600 зданий, принадлежащих госучреждениям, инспекция проконтролирует с помощью интернет-технологий. До 4 марта владельцы и арендаторы должны разместить фотографии карнизных свесов и прилегающих территорий в системе мониторинга технического состояния объектов городской среды. В целом, итоги работы инспекции получили положительную оценку вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова, который присутствовал на заседании. Один из немногих органов, тем более контрольных, которые свою работу действительно сводят к мониторингу. И это хорошо, мы обсуждали, что ваша задача не как-то привезти денег, заработать, не наказать, а предотвратить больше. Всего за 2020 год ГАТСИ начислила штрафов на сумму более 350 миллионов рублей. Специалисты составили более 7 тысяч, протоколов об административных правонарушениях вынесли более 5 тысяч постановлений. Статус стратегического присвоят проекту модернизации привалочного терминала для хранения нефтепродуктов в морском порту Петербурга. Об этом рассказал Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Губернатор подчеркнул, реализация проекта позволит не только отремонтировать устаревшие объекты, но и построить новые. Кроме того, будут созданы новые рабочие места. Мощности терминала планируют использовать для хранения экологичных видов нефтепродуктов. Напомню, старт проекту далее в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда было подписано соглашение между правительством города и Петербургским нефтяным терминалом. Реализовать проект планируют к 2029 году. Повысить конкурентноспособность и востребованность российской продукции на мировом рынке. Такие задачи ставит национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Он должен помочь высокотехнологичным и качественным отечественным товарам найти и занять свою нишу на рынке. О петербургском участнике нацпроекта Максим Леведев. Нейроинтерфейс нужен для того, чтобы управлять устройством без помощи рук, без помощи голоса. Креативное программирование, микроэлектроника, робототехника и 3D-печать – все это профессиональные сферы, за которыми будущее. Освоить их помогают сотрудники этой петербургской компании. Любой школьник может записаться в класс и получить необходимые знания, а после приобрести комплектующие и собрать своего первого робота. По результатам 2020 года выяснилось, что несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, мы открывали один кружок робототехники где-то в мире каждые две недели. И запустились в пяти новых странах. Открыли довольно много кружков и в России. Предприниматели продают франшизы своих инженерных классов. Сейчас с помощью компании и профессиям будущего обучаются 50 тысяч детей с 21 страны мира. От США до Таиланда, от Финляндии до ЮАР. Освоиться на глобальном рынке петербургским бизнесменам помогла поддержка по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». У национального проекта три основных цели. Прежде всего, это развитие секторов экономики, которые не связаны с добычей энергоресурсов, а также поддержка их конкурентоспособности на международном рынке. Объемы экспорта таких товаров должны вырасти до 250 миллиардов долларов в год и составить 20% от ВВП. Добиться этого собираются к 2024 году. Вопрос – это наращивание вот этого несырьевого экспорта и, конечно, ставка тут на средний бизнес. Потому что малышам, малому бизнесу, ему, конечно, сложно. Мы надеемся, что в нашем регионе это также будет продолжено. В Петербурге предпринимателям помогают зарегистрировать торговые марки и пройти сертификацию, которая позволяет продавать по всему миру. Также компаниям подсказывают, как найти зарубежных партнеров, правильно вести бизнес в той или иной стране. Национальный проект международной кооперации «Экспорт» предлагает и финансовую поддержку. Результаты уже есть. Мы должны удержать количество экспортеров и нарастить их на сегодняшний день. Темп роста объема несырьевого и энергетического экспорта Санкт-Петербурга составляет за 2020 год 106,5%, при общероссийском темпе роста в 104. За прошлый год общий объем экспорта из Петербурга составил 20 миллиардов долларов. Среди несырьевых российских товаров, которые продали за рубеж, больше трети родом из северной столицы. В нашем городе национальный проект работает. Главное, чтобы инициативу проявляли сами бизнесмены. Максим Лебиев, Виталий Бролянчий, Мария Кудряшова, Наталья Шипицына, телеканал Санкт-Петербург. Суд продлил арест Марине Кахал до 30 апреля. Жена рэпера Энди Картрайта по паспорту Александр Юшко подозревается в убийстве своего мужа в официальных документах неустановленным способом. И последующем расчленении тела с целью уничтожить улики. Останки рэпера были обнаружены в квартире одного из домов по Невскому проспекту, которую снимала пара. Сама Марина Кахал уверяет, что мужа не убивала. Он якобы скончался от передозировки наркотиками. Все, в чем она признается, что планировала инсценировать исчезновение супруга ради сохранения его репутации. О других заметных событиях дня далее в нашем кратком обзоре. Трагедия в Приморском районе. В результате пожара в многоэтажном жилом доме на Арциовской аллее погиб мужчина. Огонь вспыхнул около 11 часов дня. Пламя полыхало на третьем этаже в квартире площадью 20 квадратных метров. По информации МЧС, загорелась мебель. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 14 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются. Обман на доверии. Петербургские полицейские задержали злоумышленников, которые похитили 10 тысяч рублей у пожилого жителя Колпино. Мошенники представились работниками коммунальных служб и под видом проверки счетчиков проникли в квартиру, пока один из визитеров отвлекал пенсионера, другой похитил деньги. У задержанных изъяли документы, похожие на удостоверение сотрудников управляющих компаний. Полицейские полагают, что мошенники могут быть причастны к десяткам других подобных преступлений. Возбуждено уголовное дело. В курортном районе ликвидировали несанкционированную свалку опасных отходов. У леса были разбросаны люминесцентные лампы. Их обнаружили сотрудники местной администрации. Специалисты выехали на место, сделали замеры концентрации паров ртути в воздухе и утилизировали находку. Также был проведен мониторинг прилегающей территории. Превышение санитарных норм не выявлено. Более 170 нетрезвых водителей выявили дорожные полицейские во время рейда в выходные в Петербурге и области. Главная задача такой работы сократить число трагедий на дорогах. Всего проверили почти 2000 автомобилистов. Некоторые из них отказались проходить медосвидетельствование. Также выявлены те водители, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела. В Кронштадте создадут туристко-рекреационный кластер. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. В результате реализации проекта на острове появится музей военно-морской славы с выставочными и научными центрами, кинотеатром, океанариумом, гостиницами, торговыми комплексами и ресторанами. Также планируют построить жилые дома и социальные объекты. Кроме того, в рамках проекта реконструируют форты Кронштадта. Их объединят с будущим музеем единой территории. Это пространство, по словам главы города, должно стать туристическим центром, что повысит и качество городской среды создаст дополнительные рабочие места. Проект интересный, правильный, дает возможность развиваться Кронштадту совершенно по-другому. Я думаю, что в ближайшие годы Кронштадт будет одним из самых таких интересных пригородов Санкт-Петербурга, где захочется просто на пусто жить. Также в рамках проекта будут развивать транспортное сообщение, построят новые дороги, продлят Цитадельское шоссе, отремонтируют и расширят транспортную развязку КАЦ Кронштадтским шоссеем. Но пока там вспоминают о других событиях. Столетию Кронштадтского мятежа на острове Котлин развернули сразу несколько музейных экспозиций, которые рассказывают об одной из самых кровавых страниц истории первой и третьей прошлого века. Восстание матросов, выступивших против монополии большевиков, было жестко поддавлено регулярными частями Красной Армии. По некоторым данным, с обеих сторон погибло более 10 тысяч человек. Огромное количество участников мятежа и членов их семей впоследствии было расстреляно и отправлено в лагеря. Артем Шарипов об уроках истории и трагедии молодой советской России. Символично, что музей находится на Якорной площади. Площадь, как известно, была эпицентром Кронштадтского восстания. Именно здесь, 1 марта 2021 года, моряки огласили свою резолюцию. Резолюция провозглашала отмену монополии на власть большевиков. Большевики с такой инициативой были не согласны. Выставка как раз объясняет, что они предприняли, дабы не допустить перемен. В Кронштадт были переброшены части со всей страны. Коммунисты боялись отправлять гарнизоны из Петрограда. Для моряков, которые находились тогда в городе, использовать было нельзя. Они могли, по мнению большевиков, скорее всего, бы так и сделали, примкнули бы к восставшим. На экспозиции представлены и схемы уличных боев, и главное то, что до этих боев довело. Вот матросы готовят бревна, чтобы топить ими, внимание, линкоры. Угля тогда просто не было. Еды, конечно же, тоже. Есть фотография детей Анатолия Николаевича Ламанова. Несмотря на четверых детей, Анатолия Ламанова расстреляли. Хотя он не принимал в мятеже прямого участия, но был редактором газеты «Восставших» и занимался пропагандой. После его смерти брат, кстати, большевик, записал в дневнике. Сгубило Анатолия честолюбие и упрямство. И сколько раз ему говорила Симаша, Симаша – это сестра матери, и я, чтобы он работал как ученый и не сувался бы в политике. Анатолий Ламанов не успел покинуть Кронштадт, как это сделали 8 тысяч человек. Исход мятежников начался с форта Риф. Мужчины с женщинами и детьми вышли на лед и пошли по заливу в Финляндию. Приняли их там не очень дружелюбно. И спустя какое-то время люди, даже понимая то, что их ждет на родине расстрел, они пытались вернуться каким-то образом. Через некоторое время от этих 8 тысяч останется только 2 тысячи. Эту трагедию особенно будут вспоминать в этом году. Организуют и выставки, и научные конференции. Пора сказать правду, потому что 70 лет советской власти кронштадтских мятежников считали предателями родины. Мы не даем оценок, мы за историческую правду. И самое главное, что сейчас нужно наконец-то в столетии уже установить памятник. Памятник появится рядом с Морским Никольским собором на Якорной площади уже в мае этого года. Артем Шарипов, Артем Ставецкий, Александр Лоскутов, телеканал Санкт-Петербург. В Петербурге сегодня появились первооткрыватели нового туристического маршрута. Он пролегает по местам, тесно связанным с историей покорения Крайнего Севера. Большинство из них расположились на Васильевском острове. Как миру решили напомнить о том, что Петербург, как ну не только в Европу, но и в Антарктиду и Арктику, Александр Буренин расскажет. Туристический маршрут стартует у памятника арктическому путешественнику Амадсу, но экскурсия обещает быть интересной. Организаторы клянутся. Клятва Петербургского полярника. Клянусь терпеть все тяготы экспедиционной жизни. Клянусь терпеть арктические морозы. Вообще существует примерно пять возможных маршрутов экскурсии. Начать решили с одного только Васильевского острова. Разумеется, некоторые участники презентационного тура по Арктическому Петербургу отметили, что куда колоритнее экскурсионный маршрут смотрелся бы не в мокрый дождь, а где-нибудь в минус 20. Но это добавило бы аутентичности. В Петербурге очень много объектов, связанных с освоением Арктики. Особняком, конечно, стоит ледокол «Красин». Про него знают практически все. И вот появилась возможность объединить все объекты не только общим маршрутом, но и общей историей, при этом оставив и уникальные детали, свойственные каждому объекту. Конечно, Петербург в первую очередь воспринимается как столица культурная, с архитектурными изысками. Нет задачи этот тренд поменять. Просто аккуратно прибавить к нему арктические эпизоды. Петербург как центр арктического судостроения. И последнее – это Кронштадт, колыбель арктических экспедиций. Это уже готово. Мы вот вместе с нашими коллегами запускаем эту программу. Ведь Петербург исторически был воротами в Арктику для моряков и ученых. Теперь может стать трамплином и для туристов. Интерес к северу в последнее время активно растет. За последние 10 лет, с 2009 по 2019 год, количество путешествующих, туристских поток в арктические регионы Российской Федерации увеличился почти в два раза. Но по сравнению с мировыми цифрами, это еще далеко не предел. На ледоколе Красин представили проект «Парк Арктики». Он может появиться на намывных территориях. Там может обрести новую стоянку и знаменитый ледокол. Хотя пока все очень схематично. Также есть идея даже для экскурсий на судостроительные заводы, чтобы туристы видели, помимо исторических объектов и корабли, которым еще только предстоит освоение ледяных просторов. Чтобы только через десятки лет стать легендами. Ведь задача Петербурга не только помнить историю Арктики, но и продолжать участвовать в создании ее будущего. Александр Буренин, Алексей Золотенков, Сергей Долецкий, Александр Елисеев, телеканал Санкт-Петербург. Каждое культурное учреждение должно иметь кота. В этом, как минимум, уверены участники пресс-конференции, которая прошла сегодня в ТАСС. Кстати, среди гостей был и знаменитый эрмитажный кот Ахилл. Участники говорили об организации премии переписи на лучшего четвероногого питомца, живущего в культурном учреждении. Идея конкурса познакомиться со всеми котами, которые живут не только в учреждениях Петербурга, но и из страны, узнать их историю, должность и условия быта. Председатель комитета по охране памятников истории Петербурга Сергей Макаров рассказал о коте, который живет в их учреждении и занимает должность советника по уюту. Конкурс стартует 1 марта и продлится всю весну. Голосование за лучшего кота, коллегу, будет открытым для всех на сайте Республики Кошек. Также на пресс-конференции заявили о создании в ближайшее время профсоюза музейных котов. Ну и завершение выпуска о погоде. Завтра в Петербурге будет облачно. В течение дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В первые ночные часы местами туман. Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток минус 1, плюс 4, а значит на дорогах гололедится. Атмосферное давление будет понижаться. Субтитры предоставил DimaTorzok Хоккейный вечер. Да, так точно. Петербургская Динамо в шаге от четвертьфинала Кубка Петрова. Петербургский СКА, мы знаем, готовится к розыгрышу Кубка Гагарина. Ну и петербургские дети стали лучшими в стране. Об этом не только в нашем выпуске. Через 7,5 секунд, пожалуйста. Продолжение следует... Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok